Здравствуйте! Это программа «Разговор по существу» и ее ведущая Наталья Мефтохудинова. Сегодня мы беседуем с мэром города Магадана Юрием Гришином. Юрий Федорович, отопительный сезон уже завершен. Как вы сами его оцениваете? Ну, первое, что я хочу сказать, некоторые цифры ушедшего уже теперь отопительного сезона 2020-2021. Он вообще у нас длился 288 дней. Вот 365 дней в году, 288 дней, это значит, только 2,5 месяца нам остается на подготовку города к новому отопительному сезону. 9,5 месяцев мы работали напряженно, чтобы в домах магаданцев было тепло, уютно. А тепло – это самая главная составляющая уюта, комфорта и здоровья. Потому что если в домах будет холодно, это значит, все неблагоприятные последствия, всякие гриппы, ворвии и так далее, это грозит магаданцам. У нас, к счастью, в этом году не было ни одного срыва во время прохождения отопительного сезона. У нас не было серьезных аварий, которые бы приводили к остановке временной подачи ресурсов дома магаданцев. Поэтому мы, подводя итоги сегодня этой передачи, можем сказать, что и коллективы «Магаданской ТЭЦ», и предприятия «Магадан Теплосеть». Вот на «Магаданской ТЭЦ» работает около 700 человек, которые обеспечивают нам производство тепловой энергии. И с дальнейшей передачей, транспортировка ее по огромному количеству труб. Вот я хочу назвать для магаданцев такую цифру, что под землей в Магадане пролегает около 700 километров труб. И по всем этим трубам течет либо горячая вода, либо отопление, либо холодная вода. И всем этим нужно заниматься ресурсным организациям, их аварийным службам. И несмотря на любые погодные условия, на улице может быть там минус 30, они работают на морозе с тем, чтобы очень быстро ликвидировать ту или иную аварию. Но вот еще несколько цифр хочу сказать. Вот «Магаданская ТЭЦ», она израсходовала порядка 280 тысяч тонн угля. И это нам позволило держать температурный график в полном соответствии с санитарными нормами и правилами. Ну и «Магадан Теплосей» тоже порядка 11 тысяч тонн печного мазута израсходовало для того, чтобы отопить город. И те, кто не знает, я скажу о том, что теплом город Магадан обеспечивается не только магаданская ТЭЦ, с этой большой трубой, которая над городом, но еще есть 11 котельных у «Магадана Теплосети», которые обеспечивают различные населенные пункты города Магадана. Это поселок Сокол, поселок Уптар, Радист, Авиационные, Дугча, Новое Веселое, Марчикан и другие точки города Магадана. Они обеспечиваются работой предприятия «Магадан Теплосеть». Хорошо. Интересует финансовая сторона. Во сколько он обошелся нашему бюджету? Деньги – это главная тема всегда в мэрии. И, конечно, когда мы готовимся к зиме, мы считаем, сколько денег нужно для того, чтобы обеспечить теплом, прежде всего, объекты социальной сферы. И эта сумма составляет почти полмиллиарда рублей. Но это не полный объем, потому что население платит сами за себя, предприятия платят сами за себя, а вот вся социальная сфера города Магадана – это сумма почти полмиллиарда рублей. И эти деньги в полном объеме предусмотрены в бюджете города для того, чтобы мы своевременно рассчитывались. И на эти деньги, конечно, живет и предприятие «Магадан Теплосеть», и «Магадан Энерго» и обеспечивает теплом граждан. Какие цели Вы ставили в жизнеобеспечении «Магадана» в разрезе отопительных периодов, ну, предположим, первые пять лет Вашего руководства городом? Обеспечить надежность. Я в первый же год сказал, что первая тепломагистраль, которую мы сейчас продолжаем делать, должна быть реконструирована и более 60 лет. И вообще я вам хочу сказать, что сегодня ресурс, особенно тепловых сетей в городе Магадане, он находится на исходе. Только 50% сетей находится, труб в нормативном состоянии, все остальные находятся в таком зоокритичном состоянии. И вот сегодня уже у нас во время опрессовки произошел один такой случай, порывы. Он как раз на улице Советской, на территории автобазы «Магадан Энерго». И «Магадан Теплосеть» занимается заменой этого участка трубы с тем, чтобы зимой этой работой не заниматься. Так вот, вы спросили, какую цель стояла в 2015 году, когда пришел работать мэром города Магадана. Максимум заменить изношенные магистральные сети. Для меня, как мэра, когда начинаются раскопки, это самая большая проблема. То есть любое испытание трубопровода, оно показывает, что там под землей есть порыв. Соответственно, приходит экскаватор, а в связи с тем, что, как я вам сказал, все это лежит под городом, под уличной дорожной сетью, это приводит и к тому, что мы нарушаем благоустройство, скверы, тротуары, дороги, потом некоторое время по ямам ездят, потому что мы не успеваем заасфальтировать в текущем году, делаем, как правило, это на следующий год. Вот это, конечно, для меня, как мэра, очень неприятно, что за каждым разрытием, за каждым ремонтом идет восстановление элементов благоустройства, в то, чтобы люди не испытывали из-за этого каких-то неудобств. Да, в 2022 году мы должны полностью всю эту цепь, четырехлетнюю работу, соединить воедино, и на ближайшие 40 лет трубы будут находиться в нормативном состоянии, и мы не будем испытывать на этом участке никаких проблем. Вы затронули планы на следующий год. Как по-вашему, насколько они реалистичны? Вы видите, весь город сейчас перекопан. Улица Транспортная перекопана, Октябрьская перекопана, строятся новые тепломагистрали. Построили бассейн. Выше бассейна начато строительство родильного дома. Это новые потребители тепловой энергии, и старые проходные сечения труб, они не позволяют обеспечить ресурсам вновь строящиеся объекты. Также идет строительство магистрали к новостройке жилого комплекса по улице Клубной. Кстати, в том году мы сделали технологическое приседение по улице Приморская, которое идет вдоль парка Маяк. Тоже в этом году мы должны сделать там благоустройство. И этот трубопровод тоже на 40-50 лет будет работать в интересах жителей этого микрорайона. Дальше у нас пойдет очень резонансное разрытие по улице Берзина. Там нужно поменять полностью трубопровод от строящегося президентского спортивного комплекса до магазина 24 часа. Это Таганский. Поэтому мы хотим жить, имея новые объекты, новое жилье, новые инфраструктурные объекты. Но нужно туда и подводить сети. Поэтому временные трудности у магаданцев будут, потому что объектов строится на самом деле очень и очень много. Вы видите, что мы и перекладываем сети наперед. Вот сейчас мы работаем по улице Наровчатова. Делаем там ремонт дороги в рамках проекта «Безопасные качества автомобильной дороги». И срок подходил ремонта водопровода на 2023 год, но мы сделали раньше для того, чтобы после благоустройства, после асфальтирования не было разрытия. А есть ли проблемы к новому отопительному сезону? Проблемная зона у нас всегда есть. Проблемная зона – это своевременные расчеты потребителей за потребленные ресурсы. Это деньги, на которые готовится город. Это юридические лица, которые имеют сегодня задолженность перед предприятием «Магадан Теплосеть». Это физические лица, граждане города Магадана, которые порой забывают, что за потребленный ресурс нужно платить. Это и некоторые временные сложности, которые возникают у нас по межбюджетным отношениям. То есть, когда деньги в полном объеме и своевременно поступают к ресурсоснабжающим организациям, это залог успеха в подготовке к отопительному сезону. Спасибо за беседу. Это была программа «Разговор по существу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Разговор по существу»